Помняться, Господи, Господи, благодарим Тебя, Ты посещаешь нас, верно, посещаешь нас Духом Твоим, посещаешь нас Словом Твоим, ободряешь, Господи, когда мы скорбим. Слава Тебе, Ты так близок к нам, Господи, Ты живешь внутри нас, Тело Христа, любовь Твоя объемает нас со всех сторон, благодарим Тебя, Иисус, слава Тебе, Ты не религия, Ты живой Бог, Который преклоняется с высоты и смотрит в сердца своих людей, посылает Слово Твое, Слово Твое течет быстро, слава Тебе, Что онываешь Ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слава Тебе, Иисус! Если я забуду Иерусалим, Господи, то тогда пусть моя рука забудет свое место. Господи, Иисус, если я не поставлю Тебя, Иисус, во главе радости моей, благодарим Тебя, Господи, за эти песни хвалы, поклоняемся Тебе, не от Бога, кроме Тебя, не от Спасителя, кроме Тебя, Яхве, спасай, слава Тебе, Иисус, агнец Божий. Мы просим Тебя, Иисус, спаси нас сегодня, благослови нас, и поможь Слово Твое. И пусть этот Дух поклонения, пусть Он, Господи, пребудет с нами в течение этих проповедей. Благодарим Тебя, Иисус, славим Тебя, Иисус, и молимся во имя Твое, дорогая, Аминь, Аминь. Аминь. Большой привет от пастора Бена, он написал письмо, приносит свои извинения, что не может приехать. И он говорит, что, надеюсь, у вас есть план Б на конференции. Мы ему написали, что план Б самый лучший. Пастор Шавер будет вместе с нами в Москве. Да, пастор Шавер будет с нами. Так здорово видит Айпери, да, Аминь. И также Светлана с нами сегодня. Пастор Шавер написал в своем плане, что он приедет 5 утра, а уедет 8 утра. Так что, ну и не утром, но... Значит, у нас будет еще одна конференция с пастором Шавер. Но пастор Бен сказал, я очень хочу, я почтен, что вы меня пригласили. И давайте будем тоже его не отпускать далеко, хорошо? Не будем его, может быть, летом, может быть, летом. Почему нет? Пускай он приедет с Иерусалима, где 50 градусов. Или сколько там? Ну да, ты 45 точно в тени. И мы так богаты с вами, Аминь. Мы богаты с вами словом, мы богаты с вами учителями, мы богаты с вами проповедями, мы богаты с вами друг другом, частью друг друга. И Господь посещает нас, наша жизнь имеет колоссальный смысл. Итак, вы со мной, мы готовы, Аминь. Вы знаете, я полностью уверен, абсолютно верю, что Бог через Слово с кафедры может исцелять наши тела. Бог через Слово с кафедры, даже не нужно возглавлять руки, даже не нужно молиться. Бог через... Хотя это мы делаем, и это здорово, но Бог через Слово с кафедры, через Слово проповеди может исцелять души, а может исцелять тела человека. И такое происходило не раз и не два. Сотник сказал Иисусу Христу, не нужно тебе идти в Мой дом. Пошли только Слово, и выздоровели слуга Мой. И Иисус говорит, обратился к идущим за Ним иудеям, и говорит, вот это... И в Израиле я не дошел, не нашел такой веры. Я посылаю Слово Своё. И что он приходит домой, и там слуга уже выздоровела. Господь посылает Слово и исцеляет нас. Псалом 106-20 стих. Послал Слово Своё и исцелил. Чем исцелил? Слово исцелил. Слово к нашим сердцам. Словом Дух Его были, Духом Его сотворены небеса и земля. И мы с вами внимательны к Его словам. Наши сердца открыты. Потому что Он никогда не осуждает нас. Он всегда ведет нас в благодать. Он всегда ведет, чтобы мы доверяли Ему. Помните проповедь среды? Он не похож на... Он не такой, как человек. Он не манипулирует людьми. Он говорит, я призываю тебя, следуй за мной, слушай Моё Слово. И мы здесь для того, чтобы слушать. Кто верит, что Господь сегодня с ним поговорит. А? Аминь. Я имею в виду, есть у нас ожидание, что сегодня я пришел. Сегодня я внимательный. Второе послание Коринфянам, 7 глава. Второе послание Коринфянам, 7 глава. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 9 стих. Павел пишет. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Давайте еще раз. Теперь я радуюсь. За кого радуюсь? За вас, Коринфяне. Не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога или для Бога. Так что нисколько не понесли от нас вреда. Давайте еще раз поподробнее этот стих разберем. Павел говорит. Я радуюсь за вас. Не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли вреда от нас. Что? От нас вы нисколько не понесли вреда. Потому что вы опечалились ради Бога. 10 стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. И давайте мы откроем Псалом Псалом 31 Перед тем, как перейти к Псалом 31 Мы можем с вами сказать еще несколько слов О том, что мы сейчас прочитали Итак, есть печаль в этом мире Есть скорбь в этом мире Есть печаль Я могу быть опечален Я могу быть опечален каким-нибудь действием Вы со мной? Я могу быть опечален каким-нибудь действием, которое я сделал Или каким-нибудь словом, которое я сказал И когда я уже сделал это И не обратно это не вернешь, у меня появляется печаль Печаль, когда мы делаем определенные вещи Проще сказать, когда мы согрешаем И Павел говорит, что все мы много согрешаем И Павел говорит коринфянам, что я радуюсь, что не из-за того, что вы опечалились Я радуюсь, что ваша печаль... Вы опечалились ради Бога Будьте внимательны Итак, я сделал что-то Сказал что-то И это было очень нехорошо И это было ужасно И то, что может происходить Павел говорит, что то, что может происходить Например, в этой стороне печаль мирская А в этой стороне пусть будет Бог Аминь, да? Чтобы не чертить на доске С этой стороны Бог А здесь печаль мирская И я сделал что-то, например Неправильные слова Неправильные действия Да такие неправильные Что я не могу сносить их Да, бывают маленькие там простудки и так далее И здесь Павел говорит, что есть печаль И если я в своем отношении Если я поворачиваюсь к этой печали То у меня появляется печаль мирская Что такое печаль мирская? Это мои сожаления по поводу определенного действия Которое я сделал Мои собственные сожаления И я могу повернуться И я могу раскаяться И сказать Ай-яй-яй-яй Что я наделал? Как же я так мог? Но я повернулся в сторону печали мирской Фараон, когда в 9 главе к нему Он зовет Моисея и Аарона Придите ко мне Из-за того, что град упал с неба Одна из казней пришла на землю египетскую И фараон говорит Призовите мне этих людей И когда они пришли Он говорит Согрешил я Простите мой грех Кто сказал? Фараон сказал Видим ли мы изменения в его жизни В его сердце? Нет Потому что его печаль мирская В 10 главе Когда после Саранчи Он опять говорит Придите ко мне Аарон Моисей с Аароном Приведите их ко мне И он сказал И он говорит Согрешил я тяжко Пред Господом Богом вашим Хорошие слова Но это печаль мирская Почему? Потому что фараон Не повернут к Богу Потому что фараон Повернут к тому Что он сделал Потому что он видит Что его неправильные решения Привели к колоссальным Невосполненным потерям В Египте И его печаль По отношению к тому Что он сделал И то, что происходит Хотя он говорит Согрешил я перед вашим Господом Богом Никакого изменения там нет Пожалуйста Выключите все Никакого изменения там нет Почему? Потому что Как фараон Шел против Бога Так он и продолжает идти И печаль Которая у него есть В его сердце Это сожаление Сожаление И Павел говорит Что такая Мерская печаль Она ведет К смерти Она ведет К тоске Она ведет К неразрешимой ситуации А как насчет Иуда Искариота Когда он Когда он предал Иисуса Христа Часто задают Этот вопрос А что тогда По поводу Иуда Искариота Он же раскаялся Он раскаялся Точно так Как фараон Потому что Он понял Что он Что его обманули Он понял Что он сделал Нечто непоправимое Он понял Что он Предал Человека Который был Открыт Перед ним Предал Душу невинную И когда он Вернулся К этим Книжникам И фарисеям Говорит Возьмите Обратно Тридцеребрянников Они говорят Да нам не нужны Они Делай с ними Что хочешь И что произошло С ним Он выбросил И он был Обращен К тому Что он сделал К печали Мирской И он был Полностью Захвачен Ей К этой печали Мирской И что И он пошел И удалился Почему Потому что Печаль Будьте внимательны Печаль Мирская Приносит Смерть Там нет Ничего Там есть Только Все больше И больше Болото 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 Печали Концом Который Является Смерть В этом Состоянии Когда человек Сделал Что-то И мы с вами И мы понимаем Что здесь Постоянно Здесь что-то Происходит Когда человек Сделал Что-то И пребывает Лицом По отношению К этой Мирской Печали То конец Будет Смерть Да он Может улыбаться Но как только Он улыбается Как только улыбается Сразу улыбка Меняется На серьезное Выражение Лица Сколько людей Сколько людей В этом мире И может быть Даже верующих В Иисуса Христа Сколько людей Они обращены К мирской печали Всю жизнь Сожалея О том Что они сделали Сколько людей А как вам это Замаливай Все свои грехи Вы знаете Мы поговорим С вами Об этом На дискуссии Замаливай Свой грех Сколько Нужно Замаливать Что нужно Сделать Сколько Тысяч Молитв Нужно Сказать Сколько Времени Нужно Мне Провести В этом Замаливании И это Означает Я замаливаю Свои грехи А я Обращен Лицом К мирской Печали И Павел Говорит Там нет Ничего Там Только Смерть И можно Сказать Будучи Повернут В этом Состоянии Можно сказать Согрешил Я Господи Но Я Повернут К своей Печали Все Псалом 31 Псалом Давида Учения Мне очень нравится Псалом Знаете В церкви Должны Должны Звучать Такие Проповеди Вы Со Мной Церкви Должны Звучать Такие Проповеди Потому Что Они Дают Нам Невероятную Свободу Во-первых Они Дают Нам Развлечение Где 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 Я Бога Я Говорю Господи Вот Что Я Сделал Вот Что Произошло В моей Жизни Вот Я Выношу Это На свет Перед Тобою И Господь Оно Тесно Связано С Козлом Отпущения Кто знает Что Была Такая Жертва Ветхом Завете Козел Отпущения Вы знаете Что Такое Это Когда Первосвященник Возлагал Свои руки На голову Козла Отпущения Исповедовал Грехи И Этого Козла Уводили Далеко Далеко В пустыне И он Никогда Не Возвращался Знаете Что Это Означает Это Означает Что Господь Отдалил От нас Грехи Как Восток От Запада Этот Козел Отпущения Никогда Не Возвращался Это Означает Никто Мне Не Может Напомнить О Моих Грехах Которые Ушли Вместе С Козлом Навсегда Никто Мне Не Может Сделать Это Вы Со Мно Потому Что Они Полностью Были Прощены И Покрыты И Господь Здорово Блажен Кому Отпущены Беззакония И Чьи Грехи Покрыты Покрыты Кровью Христа Второй Стих Блажен Человек Которому Господь Не Вменит Греха И В чьем Духе Нет Лукавства Третий Стих Когда Я Молчал И Так Говорит Давид Пишет О себе Когда Я Молчал То есть Я Сделал Что-то Я Совершил Грех И Когда И Я Молчал И Я Молчал И Я Молчал А Повернувшись В печали Мирской И Я Ходил Славил Бога Говорил Аллилуйя Слава Богу Но Я На самом Деле Был Повернут Туда К Печали Мирской Потому Что Я Молчал И Никак Не Мог Повернуться Я Молчал Я Жил Я Согрешил И Я Молчал Об этом Грехе И Здесь Сказано Что Когда Я Молчал Обветшали Кости Мои От Вседневного Стинания Моего И Бодень И Ночь Тяготела Надо Мною Рука Твоя Свежесть Моя Исчезла Как В летнюю Засуху Что Означает Там Нет Ничего Там Нет Ничего Хорошего Там Нет Свежести Там Нет Там Засуха Там Нет Ничего Там Только Печаль Мирская В которой Люди Живут Всю Свою Жизнь И Никак Не Могут Повернуться К Иисусу Христу И Сказать Да Господи Я Сделал Это Возьми Это И Господь Говорит Аминь Когда Ты Повернешься Ко Мне То Твоя Печаль Превратится В печаль По Богу И Ты Не Понесешь Никакого Вреда Аминь Никакого Вреда Не Понесешь Потому Что Я Тот Который Может Сделать Следующие Вечи Пятый Стих Но Я Открыл Тебе Грех Мой И Не Скрыл Беззаконие Моего Я Сказал Исповедую Господу Преступление Моим И Ты Снял С Меня Греху Извините И Ты Снял С Меня Вину Греха Моего Давайте Еще раз Прочтем И Ты Снял Сменя Вину Греха Моего Что это означает Есть грех Аминь А есть Вина Вы со мной Сколько Может Секунд Занимать Грех Или минут Совсем Немного А сколько Может Занимать Вина Сколько Может Занимать Всю Жизнь До Конца И Люди На своей Больничной На своем Смертном Адре Они Они Говорят О тех Вещах Которые Они Пронесли Через Свою Жизнь И Они Сожалели И Сожалели И Сожалели И Плотик Все Сжималось Не Было Никакой Свежести Одна Пустыня И Исокшая Земля Нет Ничего Сколько Угодно Можно Этому Человеку Покупать С Белым Крузером Квартир Золото Серебро Не Будет Радости Никогда Почему Потому Что Это Печаль Мирская Которая Приносит Только Смерть И Господь Говорит Нет 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 Открой Мне Повернись Ко Мне Чтобы Я Изменил Твою Печаль Смертной На Печаль Ради Бога И Ты Тогда Не Понесешь От Меня Вреда Я Не Буду Осуждать Тебя Но Ты Пойдешь Свободный От Меня Аминь Аминь Я Могу Удалить Ваш Грех Как Восток От Запада Кровью Своей И Я Греха Твоего Не Воспомяну Никогда Живи В Свободе И Я Снимаю Из Тебя Вину Греха И Вы Таки Господи Неужели Это Возможно И Господь Говорит Еще Как Шестой Стих Слушайте Внимательно Зато Помолится Тебе Каждый Праведник Во Время Благопотребное Кто Помолится Грешный Вы Кто Помолится Ой Пастор А я Думал Что Праведники То Не Падают Хорошо Что Вы Пришли Сегодня В Церковь Потому Что Праведники Падают Они Могут Упасть Семь Раз И Сколько Раз Поднимутся Сколько Семь Раз Бог Поднимет И Давид Говорит Праведник Который Знает Эту Тайну Он Он Постоянно Будет Оборачиваться К тебе Праведник И Почему Праведник Не по Нашим Делам И Не по Нашим Заслугам А через Иисуса Христа Мы Были Названы С вами Праведники И Это Наша Собственность И Мы С вами Праведны Были Одежды В Праведную Одежду Но Мы Ощущаем Что Мы Еще Несовершенны И Господь Говорит Ой И Помолится Тебе Каждый Праведник Это означает Что Мы С вами Упали Нам Не Нужно Сожалеть В Этой Болоте Смерти Не Нужно Копаться В Себе И Говорит Опять Я Это Сделал Что Это Такое И И И Так Далее Что Нам Нужно Опа Повернулся Вот Я Господи Возьми То Что Я Сделал Потому Что Только Ты Можешь Отослать Мой Грек Только Ты Можешь Покрыть Мой Грек И Только Ты Можешь Сказать Невиновен Прощен Из-за Моего Сына Прощен Почему Потому Что Мы Опечалились Ради Бога И Не Понесли Ни Малейшего Вреда Потому Что Печаль Ради Бога Не Приносит Неизменное Покаяние Ко Спасение И Мы Говорим Спасибо Господь Ты Открыл Нам Глаза Да Мы Праведники Но Мы Можем Падать И За Это Помолится Тебя Каждый Праведник Во Время Благопотребное И Тогда Разлитие Многих Вот Не Достигнет Его Там Воды С Этой Стороны Смотрите Что Дальше Давид Говорит Вы Видите Как Вина Греха Была Снята Вы Видите Здесь В Салоне Вы Видите Что Произошло Здесь Уже Нет Разговора Я Открыл Тебе Грех Мой Это Пол Пятого Стиха Половину Пятого Стиха Аминь Просто ли Это Просто ли Повернуться Просто ли Сказать Да Господи Я Молчал Целый Год Молчал И Не Хотел Перед Тобой Исповед Свой Грех И Я Обветшал И Вся Свежесть Моя Исчезла Но Я Знаю Твое Сердце И Я Повернулся К Тебе И Теперь Мои Пустах Сто Седьмой Стих Ты Покров Мой Ты Охраняешь Меня Скорби Окружаешь Меня Радостями Избавления Восьмой Стих Господь Уже Говорит Вразумлю Тебя Наставлю Тебя На путь По которому Тебе Идти Буду Руководить Тебя Око Мое Над Тобой Я Говорю Господи Это все Ты про Меня Господь Говорит Это Я Вразумлю Тебя Это Я Наставлю Тебя На путь По которому Идти Буду Руководить Тебя Мое Око Потому что Ты мой Сын Потому что Ты мой Искупленный Мои Очи На праведных Земле Да Они падают Но их печаль Становится Ради Господа И Павел Говорит Я радуюсь За вас Ребята Я радуюсь Что дьявол Не поймал Вас В эту ловушку Потому что Там только Смерть Там только Нюни Там только Жалобы Там тьма Там нет Ничего Павел Говорит Я радуюсь Потому что Вы обратились К Богу И не понесли Никакого Вреда И теперь В ваших сердцах Господь Покров Мой Охраняет Меня От скорби Окружает Меня Радостью И избавления И говори Девятый стих Не будьте Как Коль Не надо Быть Как Конем И как Лошак Несмысленный Которых Челюсти Нужно Обуздывать Уделами Чтобы Они Покорились Тебе Вы Сама Человек Находится В таком Состоянии И Господь Говорит Как бы мне Его повернуть Как бы мне Его повернуть Ну что Он там Делает Как Лошак Уперся Как Косел Уперся Что Он там Делает Как Мне Его Повернуть И Для того Чтобы Животно Повернуть Что Нужно Удела Да Удела Как Называется Сейчас Нет Провол Павел Павел Трудно Тебе Идти Против Рожна Что Такое Рожон Это Такая Палка Колючая Чтобы Колоть Вала Чтобы Он Или туда Или сюда Куда Он Иисус Встречается С Павел На дороге В Дамасск И говорит Павел Павел Я уже Колю Тебя И с правой Стороны И слева Колю Чтобы Ты Обратился Ко Мне Но Ты Упорный Павел И я Явился Тебе По дороге В Дамасск Чтобы Остановить Тебя Потому Что Так Не должно Дальше Продолжаться Что Обратись Ко Мне И что Произошло В жизни Апостола Павла Он Обратился И говорит Господи Что Мне Делать Сразу В еврейском Уме Или В религиозном Уме А что Делать Нужно Господи Что Делать И Господь Говорит Иди Сначала В Дамасск А потом Скажем Нам Будет Что Тебе Делать И Не Ты Будешь Делать А Благодать Моя Которая В тебе Потрудится Аминь Павел Павел Долго Ли Ты Будешь Идти Против Рожна Давид Давид Долго Ли Ты Будешь Молчать Я Тебе И Здесь Колю И Там Колю И Свежесть Твоя Исчезла Когда Ты Обратишься Ко Мне И Господь Говорит Я Хочу Чтобы Ты Я Хочу Разумлять Тебя Наставлять Тебя Руководить Тебя Око Мое Над Тобою Не Будь Какой Аминь Мы Говорим Господи Я Конь Еще Какой Еще Какой Я Лошад Еще Какой И Мы В своем Упрямстве Можем Встать И Печалиться И Печалиться И Печалиться Всю Жизнь Мы Можем Провести В этом Болоте Вы Знаете Это Серьезные Вещи И Это Печаль Мирская Иуда Пошел Удавился Люди Живут Здесь И Выбрасываются Из окна Почему Потому что Они Не хотят Повернуться И Там Будет Лицо Божие А Господь Говорит Иди Ко Мне Во Мне Нет Осуждения Во Мне Нет Во Мне Есть Спасение И Прощение И Покрытие Я Хочу Быть Рядом С тобой Не Будь Как Кой Как Лошак Несмысленный Которых Челюсти Нужно Обуздывать Узду И Уделами Чтобы Они Покорялись Тебе Много Скорбей Нечестивому А Уповающего На Господа Окружает Милость Смотрите Чем Заканчивается Этот Псалон Веселитесь О Господи И Радуйтесь Правед Торжествуйте Все Правые Сердцем Слушайте внимательно Мы С вами Праведные И Правые Сердцем Аминь Не по заслугам Но по Благодати И для нас Что? Для нас Всегда Открыть Престол Благодати И если Кто-то Уперся Как Конь Как Лошак И кто-то Упорен И кто-то Продолжает Сожалеть О своих поступках И об этих Последствиях Которые Уже Десять лет С бородой Уже Или пятнадцать лет Сегодня Время Сбросить Это все И опечалиться Ради Господа И сказать Господи Прости Меня Я не доверял Тебя Потому что Я думал Что ты Тот Жнешь Где не сеешь Что ты Собираешь Где не Рассыпаешь Я не знал Твое сердце Но сегодня Я узнал Тебя Что ты Тянешь Меня Чтобы я Повернулся К Тебе И я Обращаюсь И говорю Прости Меня Господь Прости Мой грех Сними С меня Вину Греха Моего И зато Буду Славить Тебя И благодарить Тебя И поклоняться Тебе В истине И дьявол Ничего от Меня не возьмет Там Потому что Я лицом К Тебе А печаль Покаяния Ради Господа Не принесет Мне Никакого Вреда Я Я ничего не потеряю Я не буду Постыжен Я не буду Осужден Я буду Прощен И очищен И Господь говорит Теперь пошли Вместе со мной И Давид пишет Последний стих Ах Как здорово Праведные Будут Радоваться Праведные Будут Поворачиваться Потому что В нас Природа Иисуса Христа А сатанинская Природа Находится Там И он Тянет за собой Всех Туда Потому что У него Нет никакой Радости Нет никакого Покаяния У него Только есть Печаль Мирская Куда он Пытается Весь мир Привести А мы с вами стоим Говорим Нет 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 Печаль По Господу Приносит мне Радость И освобождение И прощение И благодать И вкладывает Песнь В мое сердце И в мои уста Аминь Господи Слава Тебе У кого Господи Можно взять У кого Господи Можно получить Исцеление Как Мы у Тебя У кого Господи Ответы На все наши Вопросы И нужны Как Мы у Тебя Благодарим Тебя Иисус За то Что Ты Пошел В нашу жизнь И Ты Влечешь Нас Господи К Себе Узами Любви Спасибо Господь За то Что Помолится Тебе Всякий Правильник Во время Благопотребное И тогда Разритие Вод у многих Не затронет Его Тогда мы Мы не будем Поглощены Господи Водами Сожаления И болотом Печали Мирской Благодарим Тебя Иисус Спасибо Тебе За все Мы Оборачиваемся Я молюсь Я молюсь И Господь И Господь Говорит Конечно Сын Мой Для этого Я И дал Тебе Престол Благодати Чтобы Ты Жил Свободно И чтобы Радость Твоя Была Совершенна И чтобы Ты знал Меня Если Есть те Кто Слушает Эту Проповедь Есть Человек Не знающий Христа Мы Говорим Вам Сегодня Говорим Вам По поводу Вашей Жизни И Ваших Поступков Она Принесет Вам Только Смерть Но Сегодня Обратитесь К Иисусу Христу Повернитесь К Нему Лицом И скажите Да Дорогой Мой Спаситель Я верю В Тебя Я верю Что Ты Любишь Меня Я верю В Твой Крест Что Ты Взял На Себя Все Мои Грехи И Понес Мои Болезни Я верю Что Ты Умер И воскрес На Третий День И Я прошу Тебя Я повернусь К Тебе Лицом И Я прошу Тебя Мой Спаситель Прости Мои Грехи Очисти Меня От Вся Вины И Как Ты Сказал Через Веру Во Имя Твое Я Стал Праведником Спасибо Иисус Ты Единственный Который Может Очистить Меня От Моей Вины И Простить Меня Избав Меня Исцели Меня Благослови Меня Спасибо Иисус За мою жизнь Я жизнь Благодат В Тебе И во имя Твое Мой Бог И Спаситель Иисус Христос Я молюсь Прошу Аминь 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 Аминь